Башня в Пизе – один из самых узнаваемых, открыточных видов Италии. Туристы любят здесь фотографироваться. Учёному Галилео Галилею она тоже нравилась. Он забирался на верхние этажи и бросал металлические шары разного веса. Так он доказал, что свободное падение разных тел происходит с одинаковым ускорением, и оно не зависит от формы и массы. Галилей создал вот эту теорию вот этого движения. Он вынес за скобки все вот эти религиозные там и прочие вещи. Он рассматривал конкретные вещи, конкретные движения. И он создал вот эту вот, все признают, науку о движении, механику. Его вывод противоречил представлениям аристотелевской физики и всколыхнул мир науки. Однако Галилей доказал свои гипотезы, и с тех пор его считают основателем экспериментальной физики. В 1592 году ему предложили кафедру математики в Падуанском университете, руководителем которой он оставался 18 лет. Именно в этот период он сделал свои главные открытия, не в механике, а в астрономии. Узнав, что в Голландии появилась увеличительная труба, Галилей усовершенствовал прибор и первым в мире посмотрел на звездное небо через оптику. Одна за другой появляются светящиеся точки. Они растут и, наконец, сливаются со светящимся краем. Открытия горы кратеров на Луне были только началом. Галилей первым заявил, что Вселенная бесконечна. Целыми днями он смотрел в свою зрительную трубу и видел то, о чем раньше не подозревал никто. Галилей, конечно, уникальный человек. Он открыл впервые спутники у Юпитера. Четыре спутника, которые впоследствии стали назвать Галилеевы спутники. Он также свой телескоп навел на Венеру, открыл фазы Венеры. В наши дни открыто уже 95 спутников Юпитера, но начало положил именно Галилей. Когда итальянец навел свою трубу на Млечный Путь, он увидел, что это не просто разлитое молоко, как думали раньше, но огромное скопление звезд. И это при том, что его телескоп в сотни раз слабее современных. Галилея был телескоп линзовый. Это, грубо говоря, был театральный бинокль. Сейчас вот можно в театре увидеть точно такую же оптическую схему. Диаметр его линз был всего около 4 сантиметров. Свои первые открытия Галилея писал в сочинении «Звездный вестник». Книгу издали в Венеции в 1610 году, и она моментально стала бестселлером. Даже коронованные особы стремились прочесть ее и заказать себе телескопа. Французский король Генрих IV незадолго до своей смерти просил ученого открыть и назвать в его честь какую-нибудь звезду. Галилей был невероятно популярен, но при этом беден, ибо преподавал в университете математику, а не медицину и право. Нужда в деньгах подтолкнула ученого на переезд. И в том же 1610 году он покидает Венецию, где был недоступен для инквизиции, и перебирается во Флоренцию. Герцог Медичи обещал ему доходное место советника при Тосканском дворе. Уже тогда Галилей выяснил, что Солнце тоже вращается вокруг своей оси. Он, как и Коперник, пришел к гелиоцентрической системе и убедился, что Земля вращается, в свою очередь, вокруг Солнца, а не наоборот. Однако его открытия не нравились служителям церкви, ибо, по их мнению, противоречили священному писанию. Я слышал, что этот господин Галилей перемещает человечество из центра Вселенной куда-то на край. Он был католиком и не хотел отрекаться от Бога, но и скрывать правду, которую открыл, тоже не мог. На Галилея поступил донос, где его обвинили в ересе. И в 1615 году он отправился в Рим, чтобы оправдаться перед Инквизицией. Тогда сочинения Коперника уже были запрещены, и Галилей очень аккуратно отвечал на вопросы о своих научных открытиях. В этот раз все ограничилось предупреждением. Галилей продолжил работу, но в 1633 году состоялся знаменитый процесс, на котором Галилею пришлось публично покаяться. О спутнике Юпитера, о фазе Венеры, Святейший Совет принял решение, не учитывая эти подробности. Другими словами, всякие дальнейшие научные исследования полностью, полностью, полностью обеспечены, господин Галилей. Человеку не дано познать истину. Он обладал настойчивым характером и не боялся отстаивать свое мнение. По легенде, уже после приговора упрямый Галилей якобы произнес ставшую знаменитой фразу «И все-таки она вертится». Итальянский ученый до конца жизни был под постоянным надзором, но он перестал делать свои опыты, только когда совсем ослеп в 1637 году. Спустя пять лет он умер. Никакие запреты не смогли его сломить. О своих гонителях он говорил так. Природа насмехается над решениями и повелениями князей, императоров и монархов. И по их требованиям она не изменила бы ни на йоту свои законы.